Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. И в рамках нашей дискуссии мы обсуждаем актуальные темы проблемы латвийской и мировой политики, культуры в рамках зимы близко. Зима близко. Ну, мы видели, что такое зима в начале весны, когда вновь метель и снег, когда все белым-бело. Но, к сожалению, в политической культуре зима столь же упряма и она все еще не исчезает. Наоборот, на протяжении последних нескольких недель мы видим, что потенциал радикализма, популизма, скажем, национализма столь велик, что приводит к чудовищным событиям, к множеству жертв. И в какой-то степени, так как мы уже давно являемся глобальным обществом, то боли, трагедии людей, которые находятся от нас на протяжении, на удалении тысячи километров и иногда мы даже забываем о том, что эти страны существуют или, может быть, они находятся только в нашей литературной памяти, вдруг мы получаем скорбные вести о том, что в Новой Зеландии 15 марта в городке Крайсчерч во время пятничной молитвы в двух мечетях были расстреляны люди и в результате 50 погибших и 50 тяжелораненых. В то же время параллельно с этими ужасными новостями шокирующим было то, что интернетное пространство, которое еще недавно сулило нам обновление общественного пространства, усиление демократии, прозрачности, контроля над властью и так далее, превратилось в окровавленный экран, экран, который позволил убийце транслировать этот нечеловеческий акт в Фейсбуке. Мы говорим сегодня о расизме, о расизме, который существует в рамках условной европейской культуры, потому что британские бывшие колонии, та же Новой Зеландия, это часть европейской культуры. Сегодня вместе со мной мой коллега Вадим Родионов. Здравствуйте, да, и телефоны прямого эфира вы тоже можете принимать участие в нашем сегодняшнем обсуждении. Телефоны прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. И также мы призываем наших зарубежных радиослушателей присоединяться к нашему разговору. Код плюс 3-7-1 и пишите нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Я хочу продолжить твою тему не с такого трагичного момента, но мне кажется, это очень важно в контексте обсуждаемой нам темы. Я вчера был в Литве, я освещал суд, который там сейчас идет, событие 13 января 1991 года, когда около Вильнюсской телебашни было тоже такое массовое побоище, там погибшие, раненые и в общем это такое для Литвы и для всего постсоветского пространства очень знаковое явление. Так вот, вчера произошло, на мой взгляд, очень такой важный момент журналистов из российских и не только российских, в том числе и латвийских СМИ, которые просто на суд не пустили, без объяснения причин. То есть, выходили какие-то люди, давали какие-то анкеты, которые все послушно заполняли, но потом все равно отказывали, и в общем-то группа журналистов, там человек, наверное, 20, они остались на улице, их на суд не пустили. Более того, не пустили туда и российских дипломатов, и посла Российской Федерации, господина Удальцова. Все это можно, конечно, объяснить каким-то геополитическим событием, но меня что смутило в этой истории, что, опять же, европейская литовская демократия испугалась кого? На суде были два гражданина России, которые были на скамье обвиняемых, и туда не пускают российских дипломатов. Я уже не говорю про журналистов, и превращается в такой некий фарс вот эта история. И мне кажется, здесь, опять же, мы говорим о том, что вот эта подмена понятий, о том, что свои чужие, о том, что мы будем выбирать кого пускать на демократический открытый процесс, это очень важно, это открытый процесс, который я провел на улице около здания суда в течение нескольких часов. Все это приводит к какому-то такому искаженному представлению о демократии все-таки, как мне кажется, и в наших вот этих балтийских реалиях. Но я все же хотел бы вернуться к теме, с которыми начали нашу сегодняшнюю дискуссию. Дело в том, что стало известно, что убийца, мусульман, людей, которые участвовали в своей, скажем, в необходимой части своей идентичности, это была, скажем, ежедневная молитва, человек этот известен как некто, кто является приверженцем радикальной, агрессивной организации и идеологии «белое превосходство», назовем это так, может быть, в русском переводе. И это, скажем, достаточно глобальная радикальная организация, которая основывается на представлениях о расовой доминанте белых. И белая раса по, скажем, представлениям этой организации считается, скажем, превосходной расой. Она, по их мнению, должна доминировать над другими. Я думаю, что редко в наших широтах мы говорим о том, что белые европейцы, а в данном случае это все-таки, скажем, представители европейской культуры, могут стать террористами, могут стать источником опасности и, по сути дела, нести смерть другим людям. И в данном случае в восприятии, скажем, медийного пространства мусульманин становится жертвой, а условный европейец становится убийцей, потому что, в принципе, эта идеология так или иначе проповедует насилие, а насилие когда-либо, скажем, примет форму уничтожения жизни другого человека. Мне кажется, здесь, опять же, я не случайно упомянул тот эпизод, о котором начал свою часть выступления, потому что, создавая некие стереотипы в отношении определенной группы людей, в отношении представителей определенных стран или людей с определенным цветом кожи, тоже способствует проявлению вот таких вот каких-то совершенно чудовищных. То есть, грубо говоря, это человек, который в Новой Зеландии устроил этот чудовищный акт убийства людей, он ведь тоже в какой-то степени заложник существующих стереотипов. Мы можем говорить, конечно, о психологической, психиатрической патологии, но, тем не менее, вот эта вся история связана с расизмом, с какой-то религиозной нетерпимостью, как мне кажется, это тоже имеет свои глубокие корни в том смысле, что у людей формируется определенный стереотип, то есть, все арабы или там все чернокожие или все, например, белокожие – это враги, да, и, соответственно, уже воспринимают через вот эту плоскость. Ты так не считаешь? Я согласен. Конечно, человек для того, чтобы войти в мечеть и расстрелять невинных, безоружных людей, преследовать их, еще это снимать, то есть, для меня это тоже является чудовищным таким оскалом интернетного пространства, он становится расистом немоментально. Это, конечно же, это может быть и достаточно долгий путь. Возможно, и быстрая индоктринация. Такая бесчеловечная психологическая. Да, ну, в принципе, опять же, очень важно понять, что это не какой-то единственный случай, и это не один вопиющий, допустим, вариант того, что человек готов уничтожить другого, скажем, на основе представления о том, что другая раса, и в данном случае это, скорее, все-таки религиозная община, да? Ну, можно найти любые разные, то, что различает людей, может стать... Да, несомненно, но у этого убийцы есть корни, и корни эти, и я думаю, это очень важно знать нам, европейцам, которые сталкиваются действительно с потоком мигрантов, беженцев, и сталкиваются в каком смысле? Эти люди есть часть, уже давно есть часть европейского, скажем, политического ландшафта и быта, не в Латвии, но мы знаем, что нам стоит добраться хотя бы до Германии, и тогда мы уже видим, насколько различны европейские общества. Здесь, в Латвии, если бы не было студентов Эрасмус, то мы все были бы скучные, одинаковые, белые, и во многом я вижу, как нередко в 25-м троллейбусе, когда там едут, допустим, студенты-представители других культур, я бы не хотел использовать расу, потому что, ну, я, может быть, принадлежу к тем людям, которые считают, что раса – это все-таки европейский пережиток, это деление людей, абсолютно ненужное деление по цвету кожи, там, по форме носа, ушей и так далее, и мы прекрасно знаем, что расизм плавно перетек в целый ряд тоталитарных режимов, о которых нам нельзя забывать, это, прежде всего, национал-социализм. Так вот, когда мы видим людей в другого, скажем, цвета кожи, люди говорят на другом языке, я вижу нередко, как пассажиры троллейбуса, первая их реакция – это отторжение, неприятие, негативное отношение, это хмурые взгляды. Мы вообще мало улыбаемся, как общество, ну, климат у вас может быть такой, но если говорить серьезно, то, в принципе, это не любопытство и невозможность просто-напросто посмотреть на другого человека, а это во многом на уровне, скажем, мимики лица – это отторжение. Так вот, расизм во многом возник как подручное средство колониализма в Европе, и колониализмом страдали многие нации в Европе, это и Бельгия, и Голландия, и Франция, естественно, условно говоря, основоположник колониализма Британская империя, еще до правления королевы Виктории. Российская империя тоже, как говорит, допустим, исследователь Александр Эткинд, была колониальной державой. Многие исследователи говорят и о европейской колонизации, не обязательно колонии – это пальмы, там экзотический берег и всевозможные, скажем, этнографические какие-то особенности, неевропейский колониализм возникал во многом именно как идея того, что у белого человека есть, ну, условно говоря, особая миссия помочь или, допустим, воспитать или образовать неевропейца. Но, по сути дела, это идеология, которая прикрывала жесточайшую эксплуатацию и ресурсов, и человека. Мы знаем чудовищные убийства, которые в массовом порядке проводились и бельгийскими, и голландскими, и французскими колониальными войсками. И я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что в конце 70-х годов XX века, когда колониализм окончательно рухнул и возникли на пространстве колониальных завоеваний новые государства или новые старые государства, то многие ученые считают, что колониализм – это во многом, скажем, ну, проекция самих европейцев по отношению к тому, что запрещено в Европе. То есть то, что в Европе считалось нецивилизованным, недоступным, ненависть, физическое насилие, эротическое насилие, то есть имеется в виду, допустим, изнасилование африканской женщины и так далее. Все эти запретные моменты, все табу, они реализовывались в пространстве, где… Как полигон. Да, где якобы просвещение еще не наступило, и там какая-то своеобразная чудовищная лаборатория. Так вот этот человек из белого превосходства, он во многом является, скажем, таким чудовищным продуктом того, что колониализм и расизм в Европе все еще как вот такие бациллы живут и существуют, и теперь они направлены против другого, скажем, других групп или тех групп, которых теперь считают врагами цивилизации. Но я думаю, очень важно нам сознавать, что эти жертвы, 50 убиенных людей, они, может быть, символически вопиют, потому что доказывают, что расизм, ненависть, терроризм, они не связаны с религией, с цветом кожи, с этническим происхождением. Мы, условные мы, европейцы, белые христиане, можем быть убийцами и террористами. И очень важно, чтобы в медийном пространстве, особенно в Латвии, где, как правило, людей расизм не интересует, либо считается экзотическим вопросом, скажем, для богатых стран. Нам очень важно сознавать, что даже если мы протестуем против появления здесь беженцев и аргументируем о том, что они, условно говоря, засоряют белую расу, то, простите, хотя и латыши и русские объединяются под такими лозунгами и плакатами, это все-таки называется очень просто обыкновенный европейский расизм, поэтому в Латвии тоже есть расист. Знаешь, вот на самом деле, мне кажется, в этом контексте того, о чем ты сказал, можно вспомнить недавнее заявление президента Раймонда Венеса, который сказал о том, что в депортациях в 40-е годы участвовали и латыши, и посмотри, что началось в Твиттере. То есть, реакция на фразу, что мы, представители определенного народа, тоже к этому причастны, вызвала отторжение, злость, где-то ненависть, и твоя фраза о том, что мы, европейцы, можем быть убийцами, и, в общем-то, белый цвет кожи этого не исключает, в общем-то, мне кажется, применим еще и к нашей сегодняшней ситуации, мы не можем быть виноватыми. И далеко не все представители нашего общества могут принять, что в истории твоего конкретного народа, не знаю, ты принадлежишь к латышам или принадлежишь к русским, есть свои черные страницы, есть свои грехи, есть своя боль, есть своя трагедия. И мы видим, вот опять же, на том примере, который я уже привел, что это вызывает просто отторжение. Наверное, это как в стадиях принятия тяжелой болезни. Сначала идет отрицание, потом гнев, потом апатия, потом принятие. То есть, вот эти стадии, когда проходят, тогда можно сказать, что человек, в общем, осознает то, что с ним происходит. У нас стадия отрицания затянулась. Мы не готовы сейчас. Ни русские, ни латыши, ни представители других народов, которые у нас так получилось, что общество разделено по принципу языковому на две большие группы. Есть, конечно, люди, которые говорят ни на русском, ни на алтышском. Но мы берем сейчас то, что пропорционально, плюс-минус сопоставимо. Очень сложно это принять. Попробуй написать о Сталине, например, какое-то высказать мнение про то, кем был Сталин. Многие русские, ну, опять же, нет статистических данных у меня на руках, но многие скажут, нет, он был хорошим эффективным менеджером, поднял страну, выиграл войну и так далее и тому подобное. То же самое с депортацией мы видим сейчас. Как только президент. А ведь Вейнис был не первым, кто это сказал. Вайра Вики Фрейберга в свое время уже поднимала эту тему. Она сказала, что латыши принимали участие, домовые книги и прочие, кто на кого там писал доносы. Там были представители всех национальностей. Очень сложно это принять. Это сложно принять, потому что в какой-то степени, ты прав, мы заблокированы. То разделение, о котором мы все время говорим и которое является часть, допустим, темой культ просвета, это разделение по этническому признаку становится опасным по той простой причине, что это, в принципе, вяло текущее заболевание, но там нет каких-то особых всплесков. То есть мы, в принципе, общество не физического насилия. На улице наша политика не происходит. Она, как правило, происходит либо в Фейсбуке, либо то, о чем говорят на уровне анекдотов. Допустим, в том, что в Латвии есть один олимпийский вид спорта – подковерная борьба. И вот подковерная борьба, она во многом может быть в переносном смысле оценена как нечто латентное. То есть мы как бы там бурчим друг на друга, но опасность есть в другом. Опасность есть в том, что даже вяло текущее заболевание, оно все-таки есть угроза здоровью организма. Это хроническая форма. Да, и так или иначе, но может перерасти в какие-то другие формы. Я думаю, что недавняя дискуссия по поводу того, что делать опять с памятником советским солдатам здесь в Латвии, в Пардаугове, опять проиллюстрировало то, что мы постоянно возвращаемся в прошлое, которое нас действительно разъединяет, причем по принципу максимального упрощения. Я думаю, что в последнее время и медийная среда, и особенно латвийский политический дискурс буквально превратили нас в упрощенное общество. Мы все более и более аргументируем с позицией «наша община права, а вы не правы». И далее не следуют аргументы, далее следуют скорее символические такие формы «давайте держаться вместе, потому что иначе они придут и…» Тогда мир станет снова неясным. Поэтому я считаю, что и особенно в педагогическом процессе, когда, по сути дела, школа воспитывает будущих граждан и воспитывала всегда при любом режиме, очень важно возвратиться к, скажем, сложности, к неоднозначности. Она в какой-то степени, конечно же, является вызовом, потому что в таком мире жить очень тяжело. В этом мире нет четких, ярких, не знаю, направлений. Нет героев и злодеев в абсолюте. Да, это верно. Хотя злодеи, наверное, в абсолюте есть. Я думаю, да. И в то же время там нет четких указателей, скажем, с какой-то такой подсветкой, так, чтобы просто вот можно было не напрягать ни зрение, ни интеллект, и точно же идти в правильном направлении. Нам нужна стремительно, срочно нужна новая сложность. Мы видели это и в российском обществе в 80-е годы, в, скажем, в период Горбачева, и я считаю лично его выдающимся политиком, политиком, который трансформировался вместе со временем. По сути дела, он, есть иллюстрация того, насколько был сложный мир конца 80-х годов, и насколько сейчас многие общества Европы, где как раз развивается, стремительно набирает силы популизм, устали от сложности. Но нам придется к ней возвращаться. Так вот, открытие архива в того периода показало россиянам, тогдашним жителям Советского Союза, ужасные облики самих себя. Потому что ясное дело, что эти миллионы убитых и огромные архивы с доносами, они не создавались только где-то в каких-то учреждениях. На протяжении столетий, это, кстати, хорошо показывают и питерские, например, постановки, пьеса, постановка итальянского режиссера Ди Каппуа «Слово и дело», где показываются доносы времен царя Алексея Михайловича, и, по сути дела, переносятся они на современный мир, где показывают, что столетиями люди доносили друг на друга. Так вот, все это было показано, мы ужаснулись, а при, допустим, при путинском режиме все это закрывается, ибо напускное, глиняное величие страны является очередным обманом. Величие страны в другом, величие в признании своих ошибок и ответственности. Ну вот, пишет наш радиослушатель Виталий, я не хочу превращения Латвии в черный регион по образцу района Северного вокзала в Париже. В Латвии приезжие из США латыши, типа доктора психологии и психиатрии Вайры Вики Фрейберген, обметают ненависть, а местные на это ведутся. Вот такой комментарий, прокомментируем его после небольшой паузы. Мы продолжаем программу «Оккульт-просвет», рубрика «Зима близко». В студии работают Денис Ханов, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Звоните, присоединяйтесь к нашей беседе 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Ну и вот в прошлой части, в самом завершении, в прошлой части я зачитал комментарий нашего радиослушателя, который считает, что ненависть нагнетают приезжающие из США латыши, это цитата, и он упомянул Вайру Вики Фрейбергу, а местные на это ведутся. Позвольте себе не согласиться с нашим радиослушателем, потому что, опять же, мне очень не нравится, когда всех под одну гребенку. То есть латыши, приезжающие из США, тоже разные. Например, Нил Можникс, который является сейчас комиссаром Совета Европы по правам человека, и одним из самых ярых защитников, кстати, национальных меньшинств, он тоже приехал из США, из Лос-Анджелеса. Да, и, к сожалению, в латвийской местной политической элите оказался катастрофически ненужным. Да, его отвергли именно потому, что он человек с демократическим устройством своего мозга, если так можно сказать. Поэтому, конечно, не все, и вот так вот говорить я бы все-таки не стал. Но был еще один фрагмент этого комментария, который я, в свою очередь, хотел бы прокомментировать, и он был посвящен тому, что нашему радиослушателю не хотелось бы превратить Ригу, я полагаю, скорее всего, Рижский вокзал по аналогии, да. Так вот, по поводу Северного вокзала, это, конечно, очень расхожий и широко используемый аргумент, скажем, людей, которые не принимают представителей, скажем, других рас о том, что вот понаедут, и, значит, нельзя будет там пройти и так далее. Да, я тоже нередко на этом же самом Северном вокзале или в других городах Франции, или неважно какой другой страны, я видел людей, да, представителей, допустим, африканских культур, назовем это так, потому что мне было бы важно менять лексику, я хотел бы отказаться от расовой лексики, даже если она нейтральна и используется, скажем, в научных или описательных целях. Да, я вижу этих людей, так вот давайте попробуем вместе проанализировать, почему они там находятся. Ну, насколько я понимаю, версия нашего радиослушателя, они находятся там для того, чтобы испортить жизнь и нервы нам белым, условно говоря, да, вот хочу войти в красивый вокзал, а там вот эти люди сидят и непонятно, что они там делают. Это одна версия, которая, возможно, близка нашему радиослушателю. А у меня есть другой вопрос, а почему они там сидят? Потому что им нравятся, скажем, старые вокзалы, вряд ли, не все вокзалы старые, им нравятся поезда, тоже вряд ли, потому что многие из них не могут себе позволить ездить на скоростных поездах между, допустим, Италией и Францией. Они сидят там во многом, потому что это место, где они могут встречаться, место, куда их пускают, или, вернее, в потоке людей к ним власть, или, допустим, там правоохранительные органы, или просто-напросто другие люди максимально равнодушны. Потому что любой вокзал – это все-таки пространство потока, быстро сменяющиеся люди, тем самым это пространство, где люди друг другу, может быть, действительно равнодушны. Поэтому для меня то, что эти люди находятся там, это не их проблема, не их вина, а это доказательство того, что им некуда идти. Их не принимают во многом. Нет, конечно, есть, возможно, социальные центры, есть какие-то межэтнические неправительственные организации, коммуны разных городов и стран много делают. Это естественное гетто, получается. Это не гетто, им некуда идти во многом. Психологическое. Им некуда идти. Там, может быть, дешевые кафе, возможно, там бесплатные туалеты, возможно, там… Там целый квартал, где они живут, пишет радиослушатель Виталий. Да, но дело в том, что живут они в разных кварталах, и есть очень много смешанных кварталов. Если мы возьмем тот же Берлин, который мне близок и более знаком, Кройцберг или Нойкольн и так далее, это этнически разные, или нет, этнически смешанные районы. Поэтому для меня подобное, скажем, столпотворение на вокзале – это доказательство того, что им некуда податься. Это мы их исключаем, поэтому они живут там. Знаешь, я на самом деле однажды оказался в эпицентре беспорядков, как раз в районе Северного вокзала. Это было после выборов Николя Саркози, и меня даже там пытались кинуть камнем. Я хочу сказать, что не только черный, или не только люди, как ты говоришь, культурный, африканская культура участвует в этих беспорядках. Я видел белых людей, которые прямо на моих глазах около меня разбили бутылку, я не помню, какой там был напиток, что-то алкогольный. Вот он просто… Я шел, да, и вот он бросил ее прямо мне под ноги. Это был белый человек. Да, а беспорядок здесь в Риге, извините, там были только белые. Беспорядки, да. И, по сути дела, беспорядки вне этнической принадлежности. Поэтому я думаю, что во многом, скажем так, я знаю, что мнение это может быть очень непопулярным, но я считаю, что важно, чтобы оно существовало в стране, где очень мало альтернативных мнений. То есть нам нужно… Я уже говорил о новой сложности, нам надо привыкать и к тому, что люди могут по-другому реагировать на темы, на которые вроде бы ожидается правильная такая мейнстримовская реакция. Да, я хотел бы еще один момент указать, что все-таки справедливости ради. Мне кажется, что иногда человек с европейской культурой, если мы так будем говорить, он, в общем-то, тоже уже становится заложником неких вещей, потому что, например, Фейсбук сегодня запретил и сделал такую доминирующую историю, что теперь в отношении, скажем так, чернокожих расизм будет караться строже, чем в отношении кого-либо другого. Но, извините, в отношении белых тоже есть расизм. В отношении представителей других культур тоже не всегда корректно в отношении белого человека. И белый человек, опять же, мы сейчас, как я вспоминаю, прямо как бледнолицей, как называли их индейцы. Но, тем не менее, расизм – это обоюдная история. Я бы не хотел, чтобы мы сконцентрировались на том, что человек европейской культуры должен за все отвечать. Нет, несомненно. Я считаю, что он должен отвечать за многое и должен за многое нести моральную ответственность. Поэтому, по моему мнению, принятие беженцев – это моральный долг европейских стран. И во многом, я думаю, что, допустим, тоже правительство Германии в период кризиса беженцев аргументировало подобным образом. Я считаю, что это элемент гуманизма, а гуманизм есть часть, старинная часть или составная часть европейской культуры. Я считаю, что это наша ответственность за те столетия колониализма. И здесь уж точно, уважаемые радиослушатели, но мы не можем из песни слова выбросить. Мы, европейцы, вторглись в африканский континент, мы уничтожали ресурсы, мы уничтожали людей, продавали их в рабство, насиловали и так далее. Теперь мы должны компенсировать то, что мы сделали, это наши преступления, европейские преступления, тем, что мы должны помогать людям, которые до сих пор бегут от войн, которые во многом мы многие столетия назад развязали. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Лариса. Да, Лариса. А я хотела вот такое спросить. Вот в советское время нам говорили, красные стрелки, которые остались в России, это хорошие. Те, которые убежали в Латвию, плохие. Сейчас, наоборот, красные стрелки плохие, те, которые были в Латвии, хорошие. Вот они же все были патриотами Латвии, что те, что другие. И вот эта вот идеология, она отражается в детях, в внуках. Вот кто бы взялся их примирить, в конце концов, объяснить, что и те, и другие боролись по-своему, но за свободу Латвии. Спасибо. Я думаю, что это очень важная реплика. Сначала, признаюсь, мне показалось, как так мы сразу от расизма к стрелкам, но потом я заметил прямую связь, и за это я очень благодарен нашей радиослушательнице. Речь идет о том, что, в принципе, это были две разные версии Латвии. То же самое мы можем видеть в контексте 9 мая. Я говорил об этом в своем комментарии на латвийском телевидении, недавно как раз в контексте уже упомянутого мной памятника. По сути дела, этот черно-белый мир, он настолько далек от сложности истории, которая реально существовала, и в источниках она известна. Я не устаю повторять, что, мне кажется, куда больше, чем наши политики для примирения Латвии сделала исследователь Вита Зелчи, доктор исторических наук, профессор Латвийского университета и ее, скажем, команды докторантов, и именно, допустим, работы над дневниками латышских солдат Второй мировой войны. Здесь речь не идет о этническом разделении. Это люди из одной и той же этнической культуры, но они во многом верили в разные вещи, у них были разные приоритеты. То же самое происходило в Финляндии, в короткий, но очень, скажем, насилием наполненный период гражданской войны. Красные и белые финны теперь являются частью исторического дискурса, дебатов, и они как бы показывают, условно говоря, что обе стороны проявляли насилие по отношению к другой. Знаешь, я задумался на эту тему в контексте, мы сейчас, конечно, смотрим на историю с теми знаниями, которые у нас есть. Мы знаем, к чему это привело, знаем, какие были последствия, знаем, как это происходило. Вот возьмем ситуацию, когда мы ничего не знаем, у нас нет гугла, мы не можем прогуглить, что такое национал-социализм. Мы, возможно, что-то об этом слышали, мы, возможно, что-то слышали о коммунизме, если мы говорим, или там попытки построения коммунизма. И, соответственно, конечно, люди, которые принимали решение или не принимали решение, что происходило чаще, их просто брали и ставили под знамена одной или другой армии, они, в общем-то, были лишены всего этого. То есть, нельзя было, мы сейчас не знаем, что будет завтра, мы не знаем, как будет развиваться мировая история, какие события нам несет следующий день, в следующей неделе или в следующий год, и мы не можем это прогуглить и понять. Мы можем рассуждать только о том, о чем уже знаем. И, соответственно, конечно, и красные, и белые стрелки. Кстати, вот ты любишь Санкт-Петербург, а на трассе, которая ведет из Санкт-Петербурга в Москву, есть деревушка, которая называется Красный Латыш. Я, кстати, ездил по этой трассе и обратил внимание, как раз это посвящено на Красным Латышским стрелкам. И, конечно, тогда, я думаю, что человек не мог проанализировать свой выбор в той мере, в которой мы можем проанализировать его выбор или отсутствие его выбора, обладая теми знаниями, которые у нас есть сегодня. Возвращаясь к нашей теме расизма, я думаю, что неотъемлемым условием того, чтобы мы преодолевали расизм, должно стать то, что ты уже упомянул. Расизм не есть, скажем, одностороннее движение, а расизм есть надуманная псевдо-теория о доминанте какой-то расы. Ну вот, кстати, наш радиослушатель Виталий, у которого такой заочный спор с нами, он пишет, что латыши русские не вторгались в Африку, не надо нам промывать мозги либерализмом. А я как раз хотел бы промыть мозги либерализмом, потому что наши мозги заполнены с разных сторон национализмом. Вы что, думаете, нет русского национализма, нет китайского национализма или французского, конечно, есть. По-разному называют. Что значит промывать? Это, правда, мое только индивидуальное представление. Я считаю, что либерализм есть, скажем, набор каких-то культурных понятий, которые все-таки усложняют мир, а я уже говорил о том, что я призываю как раз к усложнению мира. Либерализм есть признание множественности культур. Промывать никто не промывает. Я думаю, что следующим тезисом было бы то, что там это происки Сороса и так далее. Я считаю, что в современном мире, особенно в Восточной Европе, где неокрепшие демократии, у нас очень много национализма, у нас много ксенофобии. Ксенофобия – это не только, скажем, отношение большинства к меньшинству. Вы что, думаете, что нет меньшинственной ксенофобии? Это полным-полно. Множество всевозможных фантазий русскоязычного населения о судьбах Латвии, о истории Латвии XX века. И если мы берем, условно говоря, дискурс на автобусной остановке, то мы можем такое услышать, что просто представим себе, что светоч цивилизации пришел в 1940 году сюда. То есть эта версия тоже существует, она циркулирует. Либерализм выступает за то, что в какой-то степени индивид является ценностью. Больше ценностью, чем коллектив. Либерализм – это все-таки проекция общества на государство, а не наоборот. Другие идеи… Хотя, кстати, можно сказать, что и в либерализме, как и в любом другом, скажем, в любой другой теории содержится и опасность, и риски. Я также могу сказать, что либерализм какое-то время шел рука об руку с национализма в XIX веке. И многие историки, культурологи, если бы они были здесь в студии, сказали бы, что именно благодаря национализму возникли, например, национальные школы живописи, улучшилась система образования в маленьких деревушках, потому что национализм часто думает в контексте того, что нужно объять всех. И таким образом доступное образование во многом помогало просто-напросто людям выйти из состояния бывших крепостных или, я не знаю, бедных крестьян и, собственно говоря, создавать свои карьеры. Национализм помогал развитию не только искусства и музыки, но и экономики, и системы здравоохранения и так далее. В какой-то период произошел перелом, и национализм стал частью государственной идеологии, когда, допустим, те же увядающие монархи поняли, что невозможно больше мобилизовать население старыми легендами о божественном происхождении государя. Поэтому национализм из условного протестного движения или оппозиции стал доминирующей теорией. А потом я хочу вспомнить австрийского писателя Музеля, который в своем романе «Человек без свойств» в самом начале романа, первого тома, это огромная сага, говорит о том, что вот на протяжении многого времени французским детям в учебниках писали о том, что немецкие дети – это дети варваров-солдат, а немецкие школьники читали о том, что французы – это трусы, которые бегут с линии фронта. В результате, благодаря подобным действиям, была подготовлена Первая мировая война. Поэтому либерализмом никто ничего не промывает. Именно либерализм, как ни странно, позволяет вам не принимать либерализм. Будь это тоталитарная идеология, вам бы навязали либерализм, вы были бы обязаны следовать ему. А либерализм говорит о том, что вы свободны, вас можно попытаться убедить, если это бессмысленно, вас оставят в покое. Еще звонок у нас. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Алексей, меня зовут. У меня пару комментариев, значит, касательно истории Европы, которая явилась таким светочем гуманизма. Просто хочу напомнить, то есть иногда полезно открыть учебник по истории и почитать, что в принципе от Крита-Мекенской, да я даже не буду трогать Минойскую, про нее плохо известно, а вот начиная от Крита-Мекенской цивилизации и фактически до последних событий на Балкан 90-х и начала нулевых. То есть Европа только тем и занималась, что с упоением резало друг друга, фактически в режиме нон-стоп. То есть я рекомендую обратиться к истории 30-летней войны в борьбе Нидерланды за независимость. Потом, касательно комментариев одного из ваших слушателей, полностью с ним согласен, абсолютно не имеет ничего общего с национализмом. То есть я крайний сторонник, чтобы сюда приезжали люди, потому что у нас страшная депопуляция, эту дыру банально из экономических соображений надо латать. Национализм я не приемлю вообще ни в какой форме, как любую другую дискомпинацию. Но мы не обязаны платить по счетам французов, мы не обязаны платить по счетам англичан за те упражнения, например, что они делали в Индии, за геноцид индусов, откровенный геноцид времен опиемных войн с Китаем. Мы не обязаны за это платить. Ни русские, ни латыши. Мы не обязаны. Попытка переложить это на, так сказать, как они называют нас странами новой Европы, то есть это конкретно, то есть это исключительно деньги. Тут вопрос не в национализме. Просто к нам хотят в очередной раз залезть в карман. А людей сюда везти надо, однозначно. Потому что, ну, я думаю, что с такими темпами тут вообще, как говорится, дикое поле останется через несколько десятилетий. Людей надо везти и не надо их бояться. Надо их учить, образовывать, лечить, давать людские условия. И все будет хорошо. Конечно, притираться придется. Но ничего страшного. Притирались и притремся. Спасибо вам. Спасибо. Очень интересное, я бы сказал, такое многослойное мнение. С одной стороны, оно достаточно утилитарно, потому что нужны люди для экономического роста страны. С другой стороны, я бы поспорил о гуманизме. Несомненно, войны. Ну, мы же не жили в Аркадии, где все ходили как пастухи, и там играли, и пели, и водили хороводы. Несомненно, европейская, я с вами согласен, первые воспоминания Европы о себе. Это прежде всего война, возьмем, допустим, 10 лет Троянской войны. Но я все-таки говорю и о гуманизме христианской традиции, об этике христианства. Хотя, опять же, мы здесь тоже можем привести огромное количество крестовых походов, инквизиции и так далее. То есть, все ведь можно испортить. Но речь идет о том, что я лично, но это, опять же, только мое мнение, я не согласен с тем, что, условно говоря, это только счета французов и так далее. Если мы же говорим теперь об этнических группах, то русской культуре тоже должно достаться за колониализм 19 века. Ибо все-таки московское княжество тоже с чего-то росло. А росло оно, по сути дела, из-за колонизации Сибири и так далее, и так далее. Это не были победы. Тот же Крым никогда не был российским. Крым – это, по сути дела, колониальные территории, завоеванные, военно-завоеванные территории. Так вот, таким образом, я считаю, что ответственность… Для меня европейцы в этом смысле не делятся. На национальные государства это, скорее, отношение к условному другому. Будь то восток, а восток тоже понятие очень растяжимое. Поэтому, но, к счастью, благодаря именно культуре либерализма, я полностью принимаю мнение нашего радиослушателя. Оно, так же, как и мое, имеет право быть. Вот Виталий продолжает с нами дискутировать через WhatsApp. Вы снова, как всегда, манипулируете. Сначала белые народы виноваты, потом покатитесь и под конец смиритесь. Вас будут доить полчища африканцев, а мы им поможем. Ха-ха. Я считаю, что это распространённый пример того, что используется лексика дегуманизации. Во-первых, что значит доить? Мы вроде бы не коровы. Доить можно корову. Да. Во-вторых, полчища подразумевает, скажем, ну, либо полчища насекомых, либо какого-то там врага. То есть, это уже такой дискурс о дегуманизации. Осталось только говорить… Это вранде применялось во время геноцида, когда Хуту и Тусь. Тогда, собственно, использовались подобные лексики. И потом, кстати, судили этого. Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что, по сути дела, слово можно нанести урон, слово может отравить, отравить сознание. Я не считаю, что это полчища, это люди. Просто нужно услышать конкретный рассказ конкретного беженца, конкретной женщины, которая была множество раз изнасилована, допустим, солдатами воюющей армии. Или ребенка, который, допустим, забили камнями и так далее. И тогда за этими якобы полчищами мы видим страдающего конкретного человека. Но мы видим там и мужчину в расцвете сил, который бежит не от войны, а за экономическими благами. И, наверное, это тоже является проблемой, как отфильтровать. Скажите, а почему столь многие люди уехали в Ирландию на прогулку по ирландским полям или в Шотландию за виски? Вот здесь срабатывает, как мне кажется, классический механизм. Когда это происходит с нами, это хорошо. Когда это происходит не с нами, это не очень хорошо. Нам ведь хочется жить получше, а другим-то зачем? Мне кажется, это тоже, смотри, я вот задумался на эту тему, на которую ты сейчас указал. Ведь наше некое такое неприятие другого связано часто с тем, что нас, возможно, как нам кажется, субъективно или объективно, не всегда принимают там, куда мы едем. Допустим, здесь мы хозяева своей страны, там мы гастарбайтеры. Когда кто-то приезжает к нам из другой страны, мы смотрим на них как... Это как дедовщина. Тебя вели, и ты потом стараешься бить. Не про всех. Но я сейчас так... Именно поэтому, я думаю, так как у нас осталось буквально несколько минут, я опять же хотел бы поблагодарить, думаю, мы оба поблагодарили бы наших радиослушателей за ваше мнение. Все они имеют право быть, мы имеем право спорить, не принимать, или наоборот, принимать и поддерживать. Я считаю, что, к счастью, у нас здесь есть пространство, где мы можем говорить о темах, которые во многом в культуре развлечений просто не нужны больше, они как бы где-то пылятся непонятно где, а мы будем поднимать эти темы. Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы снова вернемся к теме расизма и поговорим уже с человеком, который сам испытал на себе расизм. Сейчас мы над этим работаем, поэтому об этом чуть позже, может быть, в следующий понедельник, напомню, это была дискуссия на глобальные общественно-политические темы «Зима близко». В студии был мой коллега Вадим Родионов. Денис Ханов и звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо и до свидания. Господи.